Замечательно. Добрый вечер. Мы, как всегда, с молитвой сердца продолжаем наш труд, нелегкий труд, проникновение в смысл пророков. И я напоминаю, что мы изучаем книгу «Судей», и в настоящий момент мы приблизились к, то есть не приблизились, а находились в шестой главе, которая рассказывает нам про Гедеона. Полезно представить себе общий рисунок, общий смысл книги «Судей». Надеюсь, что мы его уже уловили. Сначала, как бы, духовная сила, опора духовной силы, если так можно сказать, опора Всевышнего, это на мудрость Торы. И руководителем народа является Атаниэль Бенкнац, который видит войну за завоевание земли Израиля не только как захват городов, захват городов Яуды вокруг Хеврона и самого Хеврона. Он видит борьбу так же и как духовную борьбу – мало захватить землю, мало утвердить царство, мало даже утвердить власть на этой земле, мало даже построить справедливое общество. Народ должен быть высоко духовным, у него должна быть связь со Всевышним. Без этого невозможно удержаться на святой земле, а, может быть, и самое главное, то, что нужно добавить, невозможно исполнить то предназначение, которое возложено на еврейский народ – распространить знания о едином Боге во всем мире. Ведь для этого Всевышний привел в землю, и для этого должен быть построен храм, для того, чтобы знание о Боге распространилось в мире, и божественное благословение распространилось на весь мир. Вот мы видим, что Атаниэль Бенгер, первый судья, он сознательно ведет народ к этой цели. За ним выдающаяся личность, которую мы видим, это Иуд Бенгера. Он сам мудрец Торы, но не чувствуется, чтобы его влияние в плане распространения знаний Торы было такое же сильное, как у Атаниэль Бенгназа. А следующая точка в нашем рассказе – это двора, это пророчество, когда народ утратил и знания Торы, и утратил дух, и в него необходимо вдохнуть заново особый дух, который пребывает на сыновьях Израиля. И дворе это удается сделать, и вместе с этим выполняется задача и, в общем-то, завоевания земли Израиля, владения землей Израиля, и уничтожения идолопоклонства, которое начало проникать в сыновей Израиля. И вот следующий рассказ, в котором мы находимся – это рассказ о Гедеоне. И неожиданно мы видим, что двора по своей вине или не по своей вине, она не справилась с возложенной на судью задачей, а скорее трудно обвинять ее. Есть и страна народа. То чудо, которое было сделано для народа, победа над Сисрой, над царем Явином, оно оказало сильнейшее влияние на народ, оторвало его от этого поклонства, вернуло ему чувство преимущества, превосходства над другими народами. В духовном плане, которое было у еврейского народа, у сыновей Израиля в период исхода из Египта, это все вернулось сыновьям Израиля. Но проходят годы, проходит время, и не удается сделать самое главное – утвердить ту основу, без которой существование сыновей Израиля и еврейского народа на святой земле невозможно. Не удается привить знания Торы. Мы ощущаем по рассказу Гедеона, что мы встречаемся с людьми, у которых нет грамотности в Торе, настолько, что даже и рассказ об исходе из Египта далеко-далеко не все знают. И, скажем, да, если раньше была опора в такой ситуации, раньше была опора мудрости Торы, как бы для Всевышнего, так условно говоря, то, на что он опирается для того, чтобы спасти народ. Потом пророчество, да, а теперь что? Только чистота души сыновей Израиля, которая сохранилась у какого-то числа людей, и эта чистота души, она проявляется как неприятие, неприятие чужого, стремление к свободе, стремление к свободе, стремление к национальной свободе. Поэтому так проявляется чистота души, когда нету знаний Торы, когда нету пророчества. Мы с вами видели в рассказе о Гедеоне, мы сталкиваемся с ситуацией, когда Медиян и их сообщники, такие как Амалек и Омон, они вторгаются в землю Израиля и хозяйничают, и хозяйничают не сыновья Израиля, прячутся от них, они уничтожают урожай для того, чтобы заставить сыновей Израиля покинуть землю и овладеть землей Израиля. И вот мы видим, что у Гедеона, я не буду возвращаться ко всему рассказу, но мы видим, что у Гедеона, у человека неграмотного, лишенного знаний Торы, у него пробуждается сила протеста. Он протестует против того насилия, против того, что его хотят лишить земли. И вот он обмолачивает пшеницу, спрятавшись от Медиян, там, где давильня, там, где давит виноград, там он обмолачивает пшеницу. И приходит ангел к нему, и Всевышний говорит ему, с этой силой иди. С этой силой, какой силой? Фактически чистота души. Еще раз, в отсутствие знаний Торы, в отсутствие знаний пророчества, осталась только душа, стремящаяся к свободе, не принимающая чужой власти, инстинктивно, без четкого знания, а в чем, собственно, преимущество веры в единого Бога, инстинктивно протестующая, инстинктивно протестующая против идолопоклонства. И вот мы с вами посмотрим в дальнейшем, как нас текст ведет по этой линии, скажем, красной линии, которую можно назвать чистота души. Мы помним, что мы остановились в том месте в нашем рассказе о Гедеоне, когда он разбивает статую Бааля и жертвенник Бааля, который стоит у отца во дворе, как, грубо говоря, для отвода глаз, для того, чтобы миньян не отобрали то, что посвящено Баалю, не о грабе людей, которые служат Баалю, потому что у них есть страх перед идолом Бааля. Гедеон разбивает этого идола. Отец защищает Гедеона. И говорит тем, кто хочет напасть на Гедеона, что если Бааль – это божество, пусть он сам защитит себя. И Гедеон получает имя Еру-Бааль. Еру-Бааль – тот, кто сражается с Баалем, тот, кто сражается с божеством Баалем. На этом мы с вами остановились. И вот мы видим, что Гедеон с этой силой, силой протеста, которая возникает, собственно, от чистоты его души, он идет, движется, передвигается для того, чтобы дальше исполнять повеление Всевышнего. Может быть, еще стоит остановиться на конце шестой главы. Сейчас я подниму для вас текст, чтобы мы вместе могли его с вами видеть текст. Одну секунду. Вот. Надеюсь, что сейчас текст видно. Мы его сделаем немножко крупнее с вами. Ну вот. И остановимся на... Остановимся на конце шестой главы. Если он божество, пусть вступится сам за себя, за то, что он разрушил жертвенник его, произносится отец Гедеона, обращаясь к тем, кто боится Медьян и хочет напасть на Гедеона, убить его за то, что он разрушил идола и жертвенник. И назвал его в тот день Ерубааль, потому что сказал, пусть судится с ним Бааль, то есть пусть сражается с ним Бааль за то, что он разрушил жертвенник его. Если Бааль божество, пусть проявит себя и пусть сражается с Гедеоном. Все же Медьяне, Меликитяне и сыны Востока собрались вместе и перешли Ярден. Здесь в нескольких страхах рассказывается о событиях, которые происходили на протяжении какого-то времени. И вот здесь говорится, что Медьяне, Меликитяне, они собираются вместе в долине Израиль, потому что они знают, что сыновья Израиля собирают войско, и они перестают небольшими отрядами разбредаться по всей стране, а собираются в долине Израиль. И дух Бога объял Гедеона, и вострубил он Шафар, и собрался рот Виезера идти за ним. Гедеон собирает войско, рот Виезера, и не только присоединяются к нему. И послал он послал по всему колену Минаше, и собралось оно за ним. Если мы представим себе это владение колено Минаше, оно находится с северной долины Израиль. И мы не видим тут и послал послал в Кашеру, Збулуну и Нафтали, и выступили они им навстречу. И здесь рассказ прерывается. И нам не рассказывают о тяжелых, трагичных событиях. Мы в дальнейшем должны их как пазл, как кусочки пазла складывать в полную картину. Но уже здесь мы можем сказать, что здесь мы чувствуем, что говорится о каком-то сражении, исход которого нам не рассказывают. Но мы можем представить себе долину Израиль, которая пересекает страну Израиля как бы в центре с востока на запад, или с запада на восток. И Гедеон выступает с юга против Мидиан и их сообщников, и призывает колено, владения которых находятся севернее, чем Израиль, выступить с севера. Они собираются соединиться и атаковать Мидиан с двух сторон. Однако они терпят поражение, по всей видимости, потому что Мидиан разгадали план Гедеона. Они атакуют наиболее большую силу противника и разбивают Ашера, Извелуна и Нафтали, и с ними коленами наше. И событие очень трагичное. Сыновья Израиля терпят поражение. Может быть, такое вот поражение на поле боя открытое. Это впервые происходит с сыновьями Израиля. Это очень сильно подрывает их веру и подрывает веру Гедеона Геон. И так сомневается в себе. Он человек ниоткуда. У него нету знания Торы. Вдруг как бы с небес на него сваливается пророческий дар. Всевышний с ним разговаривает, его охватывает божественный дух. Он поднимает войско. Но он сам про себя знает, что у него нету, в общем-то, никаких заслуг. Он ничего в своей жизни не сделал. Единственное, что Всевышний послал его разрушить, жертвенник Бааля, он это сделал. Но это он побоялся это делать днем. Он сделал это ночью. И он очень сильно сомневается в себе. И тогда Гедеон обращается ко Всевышнему. Однако дух его все же не сломлен. Вот этот дух протеста, чистота духовная помогает Гедеону не отчаяться, не сказать себе, что я во всем виноват, я никуда не гожусь. А он обращается ко Всевышнему за поддержкой. И сказал Гедеон Богу, если ты намерен спасти Израиль рукою мою, как ты говорил, то вот я ставлю стриженную шерсть на гумне. Если роса будет только на шерсти, если роса будет только на шерсти, а на всей земле суха, то знать буду, что спасешь рукою моей Израиля, как ты говорил. Гедеон, как просит знак у Всевышнего. В принципе, мы знаем, что нехорошо подвергать слова Всевышнему какому-либо сомнению, требовать у него знака. И, скажем, это бывало с пророками, но не часто. Всегда на это бывала причина, когда они просили у Всевышнего знака. И здесь, казалось бы, можно Гедеона обвинить в слабой вере, в том, что он испытывает Всевышнего. Но мы с вами уже сказали ситуацию, и небеса благосклонно относятся к Гедеону. Вместо того, чтобы на него рассердиться и обвинить его в малой вере, Всевышний дает ему поддержку, потому что очень-очень можно понять все сомнения Гедеона, его состояние, которое и его заслугу, то, что он не пришел в отчаяние и не предъявляет претензий к Всевышнему, а просит у него поддержку, как человек простой, как человек, который не заслуживает пророчества, а просит у Всевышнего знака. И идея такова, да, Гедеон говорит Всевышнему, как бы, да, ну вот что я, да, кто я, почему ты, почему ты, почему ты выбрал меня? Я не верю, что у меня есть заслуги, чтобы через меня пришло благословение всему народу Израиля. Сначала победа, а потом и благословение. И поэтому я вот беру козью, я беру козью шерсть, тут можно соотнестись, я беру с козью шерсть, тут можно соотнестись с именем Гедеона. Гедеон, в принципе, от его имя, не от «гди» козленок, как многие ошибочно думают, от слова «года», от слова «обрезал», «срубил», «обрубил». Это, как это часто бывает, имя, которое дают человеку родители, оно потом оказывается, как какой-то пророческий знак. Имя высвечивает, нередко, по крайней мере, высвечивает то, что с человеком должно произойти в будущем. И, как бы, свое имя Гедеон Года обрезал. Гедеон оправдал, если так можно сказать, тем, что он срубил ашера, дерево, которому поклонялись, которое стояло в саду его отца. Гедеон Года срубил. Но, скажем, вместе с тем, в данном случае, можно сказать, что слово «гедеон» близко к «гди», близко к «козленку». Он берет шерсть и говорит, вот как будто это я. И покажи мне, Всевышний, достойен ли я благословения, когда есть весь народ. Вот именно ты меня выбрал, чтобы через меня пришло благословение. Моя деятельность, война, которую я начал, она принесет не несчастье народу, она принесет благословение. Вот покажи, что я, как бы, через меня придет это благословение. И вот каким образом дай расу само по себе благословение и символ благословения, роса, пусть она будет только на этой шкуре козленка, а вся земля пусть останется сухой. И я тогда буду знать, что, скажем, земля, как бы, это весь народ, весь народ, и шкура, это козленка, это гедеон, я буду знать, что я достойен, находясь среди народа. Я один, вот ты меня выбрал, чтобы дать через меня благословение, не несчастье, а благословение. И Всевышний отвечает на его просьбу. Вот, и говорится, так и сбылось, и встал он рано утром, на другой день, где не стал выжимать шерсть и выжил росы из шерсти полную чашу воды. А что же с остальной землей? Тут наши мудрецы говорят такой момент, что у Всевышнего есть союз с землей, что он не лишает землю, он не лишает землю росы. И нельзя, скажем, сказать, пусть на земле не будет росы, и чтобы на земле не было росы. Поэтому немного росы было и на остальной земле. И поскольку, как вот мы видим здесь текст, и нам не сказано, что вся земля осталась сухая, и поскольку знак оказался не полностью соответствующим просьбе Гедеона, он просит у Всевышнего еще один знак. И сказал Гедеон Богу, не прогневайся на меня, если я еще раз скажу, еще на сей раз испытаю по шерсти, пусть будет сухо на одной только шерсти, а на всей земле пусть будет роса. И сделал Бог так, в ту ночь и было сухо только на шерсти, а на всей земле была роса. Здесь Гедеон немножко меняет как бы знаки. Но, в принципе, все остается как бы то же самое, только, скажем, идея другая. Он говорит Всевышнему, ну вот, а если я окажусь все-таки не достоин благословения, ты дашь благословение народу? Хорошо, мне ты не дашь благословения. Через меня, допустим, даже ты не дашь благословения, но народу ты дашь благословение, если я выйду на войну. И Всевышний показывает, что он, да, Гедеону, что как бы не зависит от его заслуг, если даже он будет, если он считает, что он не достоин благословения, благословение будет на весь, и благословение придет на весь народ, если даже он окажется сам не достоин благословения. И Гедеон таким образом дважды получает подтверждение того, что он должен возглавить народ, и он выходит на войну. Но нужно понять, нужно понять человека. Он действительно никто и ниоткуда, да, и неуверенность у него все же присутствует, да. Вот, и дальше мы с вами смотрим седьмую главу. И встал рано, встал рано Ерубааль, он же Гедеон. Мы здесь видим интересный момент, что имя Ерубааль не привьется к Гедеону. Всевышний как бы не принял это имя, да, воюющий с Баалем. Гедеон, его имя, да, тот, кто разрушил, тот, кто разрушил все признаки идолопоклонства, все предметы служения Баалю, обрезал их, обрубил, обрубил Ашеру, но не тот, кто воюет с Баалем, потому что это создает такое ощущение, что Бааль какая-то реальность, да, что Божесство Бааль какая-то реальность. Это имя Ерубааль, которое дал ему отец, Всевышний не принял, да. И распорожились станом у Эйн-Харода. Эйн-Харод – это источник, вокруг которого собирается вода в лощине. Он поход, и образуется такое небольшое озеро, недалеко от долины Израиль, не в самой долине Израиль, но недалеко от долины Израиль, к югу от нее. Астан Медьянский был к северу от него, при Гевата-Муре, да, при Гевата-Муре в долине, в долине Израиль, да. Его от долины Израиль отделяет высота людей Гедеона, собравшихся к нему, от долины Израиля, от стана Медьяна, отделяет высота, которая называется Гевата-Муре. Муре – это указывающий путь, да, мы знаем в современном языке, это учитель, вот, и, но здесь имеется в виду, как бы высота дозорная, да, тот, кто посмотрит и укажет путь. То есть с этой высоты велось наблюдение, велось наблюдение за станом Медьян. И вот такая ситуация силы Медьяна, Медьянские в долине Израиль. Гедеон собирается, к нему собирается большое число народа, несколько к югу от долины Израиль, да, и сказал Бог Гедеону, слишком много народу с тобой, чтобы я предал Медьян в руки их, дабы не возродился, дабы не возгордился передо Мною Израиль, сказав, моя рука спасла меня. Мы понимаем, что чудо, оно, в общем-то, не зависит от, не зависит от количества людей, но, тем не менее, если чудо делается через небольшое число, через небольшое число людей, то оно более сильное, более сильное, когда малыми силами побеждаются большое число врага, да. И естественно, что Всевышний хочет научить и Гедеона, и поколение сыновей Израиля, тому, что не количество, не количество решает, да. То есть, когда люди, когда люди вот отходят от духовности, то на них, скажем, количество производит очень сильное впечатление, и войска Медьян, или даже, может быть, стан Медьян, который приходил с большим числом, верблюды, ослы, большое число народа, казалось, что с этим невозможно будет справиться никогда, да. Всевышний хочет научить и это поколение, и все поколения, что количество не решает. Всевышний, и даже большие силы врага даст победить, даст победить малым числом, да, малым числом. В, скажем, все зависит от ситуации. Во времена Яшуа, как мы с вами видели, то требование Всевышнего было, чтобы весь народ выходил в сражение, не разбивался на маленькие группы, не на отдельные отряды, не выходил захватывать разные города в разных местах, а все вместе выходили, потому что божественное присутствие, оно со всеми сыновьями, со всеми сыновьями Израиля. Это одна идея для того поколения, чтобы показать, что божественное присутствие с народом, с народом Израиля. Здесь другая идея, показать, что, то есть, как бы, Всевышний, как учитель, если так можно сказать, хочет научить тому, что количество, количество, многочисленность врага не играют никакой, никакой роли, что он хочет, чтобы сыновья Израиля это усвоили на многие-многие поколения, да, и вот сейчас, когда Гедеону собираются люди, в общем-то, десятки тысяч людей уже собрались к нему, вот, Всевышний говорит, мне не нужно такое большое число, да, и так, возгласив слух народа, и скажи, кто боязлив и робок, пусть возвратится рано утром с горы, с горы Гелат, то есть поднимутся на гору Гелат и перейдут, уйдут за нее, да, и возвратилось из народа 22 тысячи, да, а 10 тысяч, 10 тысяч осталось, да, мы знаем с вами, что война, которую ведет Гедеон, она называется обязательной, все должны выходить на эту войну, и если человек не может воевать, то он обязан оказывать посильное, или максимальное, даже не то, что посильное, максимальное, максимальную помощь войску, да, вот, и никто не свободен от такой, никто не свободен от такой войны, и те законы, которые мы знаем с вами из главы Шофтим, судья в книге Дворим, не книга судья, а глава судья в книге Дворим, когда выходит священник перед войством и говорит, что тот, кто насадил виноградник и не успел, если от него может вернуться, и тот, кто построил дом и не успел жить, от него может вернуться, вот, тот, кто обручился с женщиной и не ввел ее дом, может вернуться, а потом говорит, что всякий, кто боится, может вернуться, это относится к войне, которая не является, вот, такой вот принципиальной для защиты всего народа и защиты земли, для защиты земли Израиля, так называемая разрешенная война, на войне обязательность, которой мы сейчас вот имеем дело, о которой мы говорим, никаких таких поблажек не делается, делается, однако, мы знаем, что есть пророчество, и пророчество, оно может в отдельных случаях на короткое время отменить какой-либо, отменить какой-либо закон Торы, то есть пророк действует не в соответствии с законом Торы, потому что такое пророчество он получил классическим примером, является Ильяву Нави, пророк Ильяву, который построил жертвенник на горе Кармель в то время, как существовал храм, и Всевышний сам дал ему огонь на этот жертвенник, но, естественно, что Ильяву не пошел, не строил жертвенники в любом другом месте, не приносил жертву Всевышнему, тогда как это было запрещено законом Торы, поскольку стоял храм, только в храме приносили жертвы, однако, в единоразовом, в таком порядке, Всевышний приказал ему и показал всем, что он как бы прав в этом плане, что он сделал это, сделал чудо для Ильяву. Похожая ситуация здесь, с точки зрения закона Торы, никого не надо было бы отпускать, но есть особое повеление Всевышнего, и 22 тысячи уходят, а 10 тысяч остается, остается только меньше, да, что происходит здесь? Дело в том, что, дело в том, что наши мудрецы в трактате Сутта говорят, что когда, что страх охватывает, страх охватывает людей, которые, скажем, далеки от, далеки от праведности, да, когда люди выходят на такую священную войну, то страх охватывает тех, кто далеки, кто далек от праведности. Вот, и здесь можно представить себе, да, что вроде бы люди смелые, и все, но, да, рождается ощущение, и так же, потому что божественный дух, шхина, пребывает на народе, соединяется с народом, значительная часть народа боится, да, может быть, даже сильные воины боятся, да, потому что они далеки от праведности, далеки от соблюдения, далеки от соблюдения заповеди Торы, может быть, давно уже оставили соблюдение заповеди Торы, одни, оправдывая себя, что это трудная жизнь, другие, потому что ничего не знают, да, и вот страх божественное присутствие приходит к войску Израиля, и у тех, кто не достоин его, возникает страх, они уходят, 10 тысяч, так или иначе, да, так или иначе, они остаются, да, вот, но и на этом, как бы, такой отбор воинов, передового отряда, который должен вступить в сражение с Медиан, не заканчивается, и Бог говорит, все еще много народу, сведи их к воде, и там я выберу их тебе, и вот, о ком я скажу тебе, этот пусть идет с тобою, тот пойдет с тобою, и всякий, о ком скажу тебе, этот не должен идти с тобою, тот не пойдет, да, и подвел он, подвел он народ к воде, и сказал Бог Едиону, всякий, кто будет лакать воду языком своим, как лакает пес, того поставишь особо, равный всякого, кто станет на колени, чтобы пить, вот, поставишь особо, отделишь их, да, и не дашь им выйти в сражение, да, здесь текст такой, как бы, неоднозначный, и часто он приводит к путанице, да, вроде бы кажется, что вот тот, кто ложится на живот возле воды и лакает, как, лакает, как пес, вроде бы, вот его нужно вывести в сражение, да, или тот, кто становится на колени, из колени пьет, пьет из рук, его надо вывести в сражение, да, нет, это люди, которые остаются в стороне, да, и не выходят в сражение, а потом мы, а мы скажем, мы с вами скажем, почему, и было число лакавших том с руки своей 300 человек, да, 300 человек, лакавших здесь на еврите не унизительное такое слово, да, речь идет о тех людях, которые зачерпывали, зачерпывали ладонями, да, и, как мы видим, не остановились на колени, да, а пили, пили воду, зачерпывая, каждый раз зачерпывая руками, все же, весь же остальной народ стал на колени своей, чтобы напиться воды, да, то, кто-то лакал, кто-то лег на живот, кто-то стал на колени, чтобы напиться в воде, и сказал, Бог идиону, 300 лакавшим спасу, 300 лакавшим, а на самом деле, как бы, пившим, лакавшим из руки, стоя, спасу я вас, 300 этими, да, и передам медьян в руки твои, весь народ, пусть идет каждый на свое место, да, что здесь происходит, кроме того, что Всевышний по какому-то признаку отбирает малое число людей, которым он, через которые он хочет поразить многочисленный стан медьян, да, здесь происходит, здесь происходит вот такой момент, сложный, да, мы с вами говорили, да, что у нас есть вот такие ступени, да, ступени, как бы, или, скажем, точки, опоры, условно говоря, для Всевышнего в мире, да, это знание Торы, это мудрец Торы, который возглавляет народ, да, даже если все остальные не обладают большой мудростью, это пророчество, и вот, наконец, мы подошли к чистоте, вот мы подошли к чистоте души, да, и вот Всевышний отбирает тех, кто обладает чистотой души, кто предельно далек от идолопоклонства, предельно далек от того, чтобы покориться, может быть, даже для вида, медьянам, и медьян, и начать поклоняться идолам, как это сделал отец, как это сделал отец Гидиона, да, в чем, в чем здесь проблема, есть, есть люди, да, людей подвели к воде, воинов, да, они подумали, вот, что приказ, приказ напиться, выпить как можно больше, и, в общем-то, в общем-то, за короткое время, да, такая ситуация возникает в армии и сегодня, да, вот, одно изображение в израильской армии, это выпить за короткое время целую, целую фляжку, целую фляжку воды, да, это связано с условиями, в которых находится, там, скажем, несут службу, это иногда большая жара, это отсутствие это отсутствие воды, да, вот, и отсутствие воды, и одно из упражнений, скажем, такое, в подготовке молодого бойца, это выпить большое количество воды, фляжку за короткое, короткое время. Вот люди здесь, они думают, что-то, что они попали в какую-то похожую ситуацию, что они сейчас выступают, что их подвели к воде, для того, чтобы они напились, выпили, напились воды, они стараются, они ложатся на живот, они становятся на колени, пьют из рук, а оказывается, не только 300 человек, они стоя, они наклоняются, зачеркают воды, выпрямляются и пьют, да, это указывает на качество, на качество души, есть люди, которые ни в какой ситуации, да, они не отказываются от своего достоинства, они сохраняют, да, как здесь есть намек, да, образ и подобие человека в любой ситуации, да, даже в опасной ситуации, даже в напряженной ситуации, он будет вести, такой человек будет себя будет вести себя достойно, может быть, в другой ситуации это оказалось бы плохо, да, вот, может быть, в другой ситуации как раз бы пригодились, пригодились те, кто лег на живот и лакал воду, как псы, но в этой ситуации Всевышний хочет опереться на них, показать, да, что чистота души, да, неприятие, неприятие, как бы вложенное как инстинкт просто в человека, неприятие чужой власти, неготовность склониться, готовность соблюдать свое достоинство, да, они в этом случае, да, они в этом случае для Всевышнего опора, их оказывается 300 человек, да, и вот в ту же ночь сказал ему Всевышний, встань, спустись, встань, ибо я предаю его в руки твои, да, и предаю в руки твои, то есть он ему говорит, что ты можешь атаковать медиан, да, а если боишься сойти, то сойди туда вместе с Пурао, да, Пура, вместе с Пура, с твоим слугой приближенным, с лугою твоим, да, и вот, и услышишь, что говорят, и после крепче станут руки твои, сойдешь встан, да, ты готов атаковать медиан, если у тебя нету полной уверенности, ты должен еще укрепиться в такой войне, когда Всевышний помогает, когда происходит чудо, уверенность человека, уверенность сердца играет принципиальную роль, да, и Всевышний говорит, если ты не можешь идти, но если ты чувствуешь неуверенность, пойди сначала к стану вместе с своим слугой, да, вот, и посмотришь, что там будет происходить, вот он действительно идет, идет стан, да, во-первых, он обнаруживает, что медиан, полагаясь на свою многочисленность, они не поставили посты далеко от лагеря, они поставили посты рядом с лагерем, да, и все они расположились в долине, да, как многочисленные, как саранча, и верблюдам их нет числа, по всей видимости, несколько с возвышенности сверху видят, Гедеон видит стан медиан, да, и пришел Гедеон, и вот человек рассказывает другому сон и говорит, да, он слышит, как стражник рассказывает другому сон, да, здесь мы сразу можем вспомнить с вами сны виночерпия и хлебодара из Торы вот и из Торы, где Йосеф находится в темнице, ему виночерпи и хлебодар, которые брошены туда фараоном в темницу, находятся вместе с ним, рассказывают свои сны, которые, как мы понимаем, имеют значение для самого Йосефа, и как содержание этих снов, и как то, что сами эти люди попали туда, все это имеет значение для самого Йосефа, а не для них самих, и вот через Гедеону Гедеону дается в общем-то своего рода пророчество, да, но не через него, а через других людей. Может быть, для того, чтобы напомнить ему, что он сам по себе, как бы, Гедеон, он не достоин пророчества, и, несмотря на это, Всевышний даст победу через него, с ним будет божественное присутствие, и победа придет через него. Может быть, потому что и содержание самого сна, оно должно было раскрыться через Медьян, чтобы Гедеон увидел, что божественная помощь уже работает, так сказать, сработала, потому что воины Медьян боятся, они напуганы, а это самая главная помощь Всевышнего, когда он посылает страх в сердца врагов, да, И вот что человек рассказывает другому, и говорит он ему, будто печеный ячменный хлеб катился по стану Медьянскому, и как дошел он до шатра, ударил него, и тот упал, и опрокинул он его вверх дном, и распался шатер. Мы понимаем, что этот сон сам по себе как бы в нем есть некоторые детали, которые показывают, что это необычное что-то, шатер не упал, он опрокинулся вверх, вверх опрокинулся, так что у него вверх оказался на земле, а низ шатра оказался в воздухе, да, и отозвался другой и сказал, это не что иное, как меч Гедеона, сына Иваша, израильтянина, предал Бог в руки его Медьян и весь стан, да, то есть фактически Гедеон слышит пророчество, да, вот, которое Всевышний вложил в уста того, кто разгадывает сон, он дает разгадку сна, и разгадка сна не такая, что, ну, вот, видимо, тебе прикатит такой каравай, что он даже не уместится в твой шатер, да, вот, как можно было разгадать этот сон, нет, этот, эти слова, они свыше от божественного присутствия, да, что этот хлеб, как мы понимаем, это сила Гедеона, это та сила, как мы помним, да, с которой он обмолачивал, с которой он обмолачивал пшеницу, да, вот, с которой он обмолачивал пшеницу, тут может быть несоответствие пшеницы, ячмень, это не пугает Гедеона, потому что во снах не все соответствует действительности, да, вот, а можно сказать, да, можно сказать, что здесь есть намек, который, может быть, Гедеон понимает, Гедеон понимает сам, или ему кто-то потом объясняет, да, что после Песоха, как мы понимаем, есть заповедь, срезать один сноб ячменя, который обрабатывается ночью, и утром приносится в жертву, называется жертва омер, один-единственный сноб из первых всходов ячменя, который сразу после Песоха, после праздничного дня Песоха приносится в храм как жертва, и, скажем, тут трудно развернуть подробно все образы, но можно с вами представить, можем с вами представить себе, что, как бы, в общем хотя бы, да, что Песох это такое рождение еврейской души, общее, да, души сыновей Израиля, нечто глобального, особого, отделение его, отделение ее от всех народов, как исход, да, как ночь исхода, вот, как пасхальная жертва, которая приносится как утверждение того, что никакие божества чужие мы не принимаем, да, вот, это рождение души. Дальше, да, дальше душа идет и укрепляется и набирает как бы свои особые качества и подходит к, таким образом мы подходим к празднику и празднику дарования Торы. Тора должна быть дарована, может быть дарована только людям, которые обладают высокими качествами души. И вот после исхода на протяжении всех 50 дней до дарования Торы была особая помощь Всевышнего для того, чтобы сыновья Израиля возвысили свои качества души. Тут можно много, как бы можно и нужно просто, мы, может быть, не сможем в этих рамках это все сделать, но нужно, можем принять хотя бы, да, вот, в качестве такого некоторого постулата, что жертва умер, да, это вот начало такой работы духовной, да, когда есть изначальная чистота души, и духовная работа должна привести к возвышению души, которая необходима для получения Торы, да, и поэтому здесь этот ячменный хлеб, да, он как бы символ этой жертвы омер из ячменя, да, и символ изначальной, изначально достигнутой такой чистоты души, на которую Всевышний не опирается, а с одной стороны сила Гедеона, сила протеста, понимаешь, что это вещи связанные, сила протеста против насилия, против порабощения идолопоклонниками, и изначальная чистота души, вот эта сила, символ это сном, который ударяет в шатер Медьян и опрокидывает его, да, и воин читает этот сон как меч Гедеона, сына Юаша, израильтянина, да, и это означает его победу, то есть мы видим, да, что Всевышний учит Гедеона, учит это поколение и все последующие поколения сыновей Израиля, что борьба на поле боя не ограничивается борьбой физической, постоянно идет некоторая духовная, некоторая духовная борьба, и Всевышнему, если так можно сказать, да, ему постоянно нужна нужна какая-то сила, на которую можно опереться, либо это знание Торы, да, либо это пророчество, либо когда не осталось уже ни того, ни другого, да, вот, пророчество, способность воспринять пророчество, способность послушать пророка, пойти за ним, когда не осталось ни того, ни другого, остается чистота, чистота души, да, которая выражается как протест против насилия, против идолупоклонства, как желание быть на своей земле, связь со своей землей, нежелание покориться врагу. Вот этому Всевышний хочет научить, и с этим как бы связаны вот эти пророческие образы. И мы понимаем, что люди, которые были отобраны, их не так, может быть, много, но у них вот это стремление к свободе, собственное, скажем, достоинство в хорошем смысле слова, подчеркнутое, но настолько в них как бы сильно вложено или, скажем, является их врожденным свойством, потому что они сохраняют вот этот образ и подобие в любой ситуации, и на них Всевышний опирается, и через них он хочет принести победу. И, конечно, это было бы непонятно, если бы Всевышний не объясним. Фактически Гедеон, пророк, и он в дальнейшем будет обязан объяснить, объяснить, что произошло. Может быть, он не смог это сделать, но Шмуэль, который написал эту книгу, книгу Шофтим, книгу Судей, он раскрыл нам все эти моменты. Вот, и разделил он 30 человек на три отряда и дал в руки всем им Шафары, Шафары – это рок, в который Трублят был у командиров отрядов, простой воин, не нужен ему этот рок, и он как бы хотел создать ночью впечатление у врага, что 300 отрядов нападают на врага со всех сторон, поэтому у каждого из этих трехсот человек есть Шафар, и пустые кувшины, а внутри кувшинов – светильники, для того, чтобы создать впечатление, что есть воины, которые во главе отрядов, и которые указывают путь нападения на врага. Тоже не у каждого воина должен быть светильник, должен быть факел в руках, совершенно это не нужно и так не бывает, но есть те, кто идут с огнем ночью, и они указывают как бы направление движения для других воинов, нападающих на стан врага. То есть желание создать впечатление или план, создать впечатление, что многочисленные силы нападают на стан Медьян. И подошел Гедеон, и сто человек, которые с ним к краю стана, к началу средней стражи, и так далее, и мы видим, что и затрубили они все в Шафары, все три отряда затрубили в Шафары и разбили кувшины, неожиданно виден огонь, как будто, скажем, по многим направлениям подходят силы врага, да. Но самое главное то, что Всевышний вселяет страх в сердца врагов, да, и кричали, и обратились в бегство. Мы понимаем, что страх уже был, да, страх уже начал вселяться в сердца врагов, уже об этом Гедеон узнал, да. И созваны были и с колена Нафтали, и Ашир, и всего колена Минаше, и погнали за Медьянами. Мы понимаем, что Нафтали, и Ашир, и Минаше, они понесли серьезное выражение, но они не разбежались, и они готовы, и когда получают сигнал, они присоединяются Гедеону. И призыв выступить против Медьян звучит на всех горах, на всех горах Эфраима. А то, что произошло дальше, мы постараемся с вами посмотреть дальше, а пока я все-таки хотел бы остановиться и выслушать ваши вопросы. Я все время немножко огорчаюсь, что так получается долго, да. Но с другой стороны, просто просматривать текст и не останавливаться на проблемах, и не вскрывать его внутренний смысл, мне кажется, не имеет смысла, потому что просто прочитать текст вы вполне-вполне можете без меня, да. Кто-то по-русски, кто-то на иврите, вы вполне с этим справитесь. Справитесь, наша задача все-таки показать такую смысловую картину, смысловой рисунок этого текста. Теперь, да, я останавливаю Шер, и я жду ваших вопросов. Пожалуйста. Я вижу, что вопросов особо нет. Я тогда постараюсь сказать, да. Все понятно. Все понятно. Тогда я постараюсь добавить от себя, я хочу, да, вот, и можно представить себе легко, что пророчества записывались те, которые важны, важны не только для того поколения, в котором происходили события, но важны и для, важны и для всех поколений, да. И когда мы, скажем, сегодня в нашем поколении смотрим на ту ситуацию, которая, которая складывается у нас, то мы можем представить себе, да, можем представить себе, что есть вот такой очень сильный момент, который может нам помочь, нам помочь продвигаться дальше в плане, в плане и завоевания всей земли Израиля, установления власти на всей земле Израиля, построения храма и просто в плане развития народа, это, это чистота, чистота души, чистота души, которую, в общем-то, надо полагать, сохраняют, сохраняют многие, многие люди в Израиле. Вот, и, скажем, далеко не у всех есть знания Торы, и уж точно, можно сказать, далеко не на всех пребывает Божественный Дух, но сама по себе чистота, чистота души, да. То есть инстинктивное стремление к свободе, к независимости, к сохранению человеческого достоинства, естественно, не только своего, но и других, да, стремление к справедливости, которое заложено в душе, оно является, скажем, те, у кого оно сохранилось, а будем надеяться, что оно сохранилось довольно у многих, оно является таким нашим национальным достоянием и хорошей основой для будущего, для того, чтобы народ мог справиться с теми задачами, которые возложил на него Всевышний. Конечно, только на этом невозможно будет основываться, но толчок, да, вот такое, такие здоровые качества души, толчок они могут дать довольно-довольно сильный. Ну, это то, что можно, как бы, сказать. Хорошо. Если нету вопросов, да, то мы тогда на сегодня закончим, потому что дальше у нас еще, как бы, новый рассказ, мы постараемся с ним справиться в следующий раз, даже не только с ним, а взять несколько глав, да, вот, и продвинуться дальше. Я желаю всем хорошей недели, да, и жду встречи с вами по этой теме через неделю, а по теме, которую мы с вами обсуждаем, да, законы и мудрость Томуда. Надеюсь, что мы встретимся с вами завтра. Всего самого-самого доброго, да, я вот тогда заканчиваю. Спасибо, Равзеев. Спасибо, все было очень интересно. Надеюсь, что не только интересно, надеюсь, что нам полезно, да, что-то... И полезно, однозначно. Азеев, полезно и нужно. Большое спасибо. Все хорошо, замечательно. Я буду стараться дальше. Я буду стараться дальше.